Большой кольцо Почти угадал Не поможет Так что аутентичность перчаткой Может быть не настолько цепабельные Вторую кладем Тихо Так 45 да? Для максимальной дальности Сработало Это хреновина Бери еще Мне понравилось Теперь дрозд превращается в миномет Ну да, для первой атаки это кстати удобно Потому что ты можешь начать, как говорится, боестолкновение с гранатой Подготовка А какая разница У привода тоже может быть компенсатор Какой-нибудь нажористый О, вот это нормально пошло Вроде бы Сейчас О А правда Попробуй сними как она пойдет Сними ее А А Ты чем Сонять А Превращается Вот Превращается В нечто Ну ты знаешь Отдача там такая ощутимая Ну ты смотри по дальности По углу Как Смотри-ка дальность у меня куда ушла Как по твоим ощущениям Пятьдесят точно есть Я вот еще Просто тогда она улетела чуть сбок У меня, да? Вот, надо ровно В этом-то фишка Не, фишка в том, что она даже при ровном улетела вбок Так Опять Ба-бах Так Видишь? Унесло Ух ты А еще и воздух работал Так Я так понял Значит Из того, что сейчас произошло Одну интересную вещь Дрозд По своим характеристикам Мощнее привода Поэтому Получилась На самом деле Не совсем штатная работа Всего этого устройства Оно стало Дальше и сильнее То есть мы видели Взрыв гранаты в воздухе Где-то метрах в пятидесяти отсюда Да? То есть это можно Как это навесная артиллерия Да? Бить по площадям С приводом Такого не получится Вот Она упадет раньше То есть она примерно упадет Тогда, когда Ей надо упасть И взорваться Раньше она не упадет А с дрозда Мы видим, что она летит Очень далеко К тому же дрозд Своим усилием СО2 Он выносит, как мы видели Саму гранату Сейчас Вот это вот А если при выстреле Гранату держать рукой Будет сильная отдача? Я не думаю, что будет сильная отдача Но она может улететь Рука? Нет Граната Эта десятка Я эта такая ушла Состояние 下 Но мы можем это проверить Вот Так Примерно Сейчас Дрозд надо включить Надеюсь, моя рука переживет эту инзекуцию. Нет, пережила легко. Оно сработало. Дрозд, конечно, это такая вещь, жесткая вещь. Особенно такой прокачанный. Осталась воронка в наших испытаниях. Это еще не все. Мины противопехотные. И весь горох ушел, часть уйдет в посев. Бери растяжку, крепи. Берем растяжку прямо за пряжку. Делаем все агентично. То есть перчатка. Он на себе большой? Нормально? Вот так ты должен хоть видеть. Видишь, я с какого раза только смог. Был прикол, но должен сказать, что прикор правила. Лен, ты что ж ты? А, он развалился этот хомут. Просто развалился. Все. К Ханеру самому. Значит, надо что-то другое. Да, есть. Удача. Так, конечно, взрывать мачту оперативной связи, это не совсем хорошая идея, но я надеюсь, мощности этого устройства недостаточно для завала мачты. Для завала мачты. Тяни, тяни, тяни. Вот, все, вышло. Готово. Итак, я изображаю некую его противника, который идет и задевает эту штуку. Ничего с ним будет, собственно. Ну, нормально. Ощутил всю сладость процесса? Как грустно. Как грустно, да. Поэтому тут не хомутами, тут либо изолента, либо проволока какая-нибудь нужна в комплекте. Ну, значит, это просто не рассчитано на реальные условия. О! Я про что и говорю. Вот такая вот, понимаешь ли, загогулина. Так, страйкбольная растяжечная граната монтируется по новой, уже изолентой. Как видим, изолентой оно как-то надежнее получается. Ну, хватит, я думаю, одного раза хватит. Гамрад Лирту устанавливает растяжку, которую мы должны зафигачить. Ну, так скажем. Снимается. Так. Я держу. С В изоленту забирай. С gravel mitigation. Он пошёл. Он идёт, 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 идёт. Есть. Класс. Субтитры создавал DimaTorzok